Итак, от бесконечных разговоров к действиям. Улицу Федерации все же ждет глобальная реконструкция. Комплексное благоустройство затронет все. От фонарей и тротуаров до внешнего вида фасадов зданий. Уже сейчас администрация города обсуждает план ремонтных работ с собственниками домов на территории улицы. О том, как изменится Федерация, в ближайшем будущем узнал Максим Бажанов. Конец интригам. Улица Федерации пешеходной так и не станет. Зато ее приведут в порядок и вернут исторический облик. Фонари, тротуары, фасады, абсолютно все от улицы Карла Маркса до Можайского выполнят в едином стиле. В том, который задавали улицу еще наши деды и прадеды. Первые работы по комплексному благоустройству начнутся уже в июле. Через 2-3 недели здесь начнутся работы по модернизации сетей инженерных коммуникаций. Это канализация водоотведения, это энергетическое хозяйство, это система ливневой канализации. Вслед за этим будем проводить работы по формированию современных комфортных, удобных пешеходных тротуаров, велодорожек и, соответственно, проезжей части. Будут восстановлены фрагменты булыжной мостовой. Светильники, которые здесь приняты, это те, которые были в Симбирске 100 лет назад. Фасады будут отреставрированы. За ремонт фасадов, кстати, ответственны собственники зданий. Это в основном владельцы бизнесов. Тут радует момент, что и они, и город слушают и слышат друг друга. Концепция улицы вырабатывалась совместно. Бизнесмены не против вложить средства в косметический ремонт зданий. От этого выигрывают все. Без фундаментального подхода к своей деятельности не обойтись. Это каждый должен понимать и сделать. При этом при всем город и сама федерация обретет определенный облик, который у нее есть, но сейчас он находится немножечко не в концептуальном виде. Работы по реставрации фасадов будут идти параллельно городским. Итого примерно по 80 миллионов вложат в строительство как город, так и бизнес. Важный момент. На улице решится вопрос и с транспортным коллапсом. Разрешенная скорость езды будет снижена до минимума. Количество стояночных мест сократят. Их восполнит тот же бизнес. В будущем появится трехъярусный паркинг в самом центре улицы у знаменитой Шашлычной. Проект посмотрели, проект понравился. Мы его полностью поддерживаем. Готовы помочь со своей стороны, поучаствовать. В данном случае мы планируем реализовать на территории своего участка паркинг на 100-150 машин и мест. Что касается цвета фасадной части улицы, он пока неизвестен. Для этого сейчас проводят исторические исследования. В любом случае, комплексное благоустройство – это то, что ждут люди. Здесь все разваливается, много мусора, штукатурка падает, грязь одна сплошная, но некрасиво на самом деле. Ну, действительно, не хватает какой-то такой улицы, чтобы можно было ходить вечером, отдыхать, заглядывать спокойно из одного заведения в другое и не бояться, что здесь будет проезжать машина. По планам преображение улицы должны закончить сентябрю 2023 года. Этот ремонт будет своего рода подарком жителям областной столицы ко дню города, которому в 2023 исполняется 375 лет. Максим Бажанов, Дамир Губеев. Вести. Ульяновск.